Всем привет, с вами Надбар, и вы смотрите пятую серию игры Анно 1800, и эту серию мы начинаем не как обычно, а из меню, потому что сейчас я вам хочу рассказать о новом третьем обновлении этой игры, которая открыла доступ к дополнению Анархист, который вы могли получить, приобретя Digital Deluxe Edition. В нём вы познакомитесь с Анархистом Доктором Гюго Мерсье. Станет ли он вашим заглядным врагом или самым надёжным союзником? Узнайте больше о нём и его уникальном подходе к руководству. Станьте апологетом анархии, публикуя новые пропагандистские статьи и используя новые предметы. Но будьте осторожны, распространение анархистских идей в ваших городах может иметь негативные последствия. Интересный дяденька, наверное, наверное, его мы уже сможем выбрать не только вот в этой игре, как я начал, а и начиная просто обычную новую игру, если опять же у вас есть эта DLC. Его иконочку можно выбрать и себе, если приобрести её за дополнительные внутриигровые, внутримагазинные монетки Uplay Store. Это юбисофтовский магазин, но мне пока не важно, просто хочу показать, какие теперь настройки у нас доступны при начале новой игры. Соответственно, в персонажах он тоже появляется. Вот тут опять же его описание. Гюго Мерсье создал радикально новую систему, в которой общество свободно от власти государства. Бывший лидер профсоюза студентов-стоматологов, Мерсье был популярен в обществе и даже сама королева обратилась к нему с просьбой помочь успокоить революционно настроенных граждан. Но вместо этого Гюго примкнул к бунту и провозгласил независимость протестующих от власти империи. Вот такой вот злой дядька, наверное, я не знаю. Разработчики заявляют, что он обладает каким-то своим характером, по-особому ведёт военные действия. Это сильное заявление, проверять я его, конечно же, не буду, потому что это займёт много времени, это абсолютно не имеет никакого смысла, я думаю, уже на более поздних этапах игры будет понятно, видна вот эта вот разница между персонажами. Но третье обновление привнесло и некоторые изменения для всех остальных, у кого нет этого DLC. Однако эти изменения касаются в основном более поздних этапов игры, и даже так и есть то, что мы можем заметить уже сейчас. Во-первых, они там изменили механику, по которой работают торговые маршруты, теперь мы не сможем уходить сильно в минус, раньше могли. Получается так, что торговые маршруты могли закупать что-нибудь где-то в каком-то порту, даже если у игрока не было денег. Изменили механику работы заводов некоторых, но это опять же на более поздних этапах игры, и к этому мы ещё вернёмся. Изменили механику распространения болезней по кораблям, изменили механику ведения военных действий кораблями, вот это интересно, проверим как это работает, то есть корабли вроде бы как теперь не настолько дикие будут, а если вы помните, то мы столкнулись с этой проблемой ещё на прохождении первого сезона. Добавлен теперь для покупки нефтяной танкер, вот как раз мы отплывали только что от островка, и там потенциально на более поздних этапах игры его можно было бы купить. И точно так же его теперь можно и продать, если мы сами его построим. Сделали ребаланс набора репутации при торговых сделках, ну, наверное, интересно, не знаю. Ну, плюс-минус интересно. И, наверное, тут, в общем, много разных изменений, всего-всего по мелочи, тут можно читать, не перечитать, но что мне больше всего понравилось, то что теперь у вот этих вот ребяток на вот этих островах добавились новые айтемы, и изменили немножко вероятность появления некоторых отдельных персонажей или айтемов вот в этом вот меню. Раньше, насколько я понимаю, можно было рандомизировать до бесконечности, и в итоге ничего бы мы тут совершенно не нашли интересного. Но теперь вроде бы как даже редкие предметы должны попадаться немножко чаще. Какие-то такие изменения были. Но вернёмся к прохождению игры. У меня сейчас висит квест на доставку 14 тонн окон. Я вроде бы настроил уже в прошлой серии производства непосредственно этих окон. Вроде бы уже должно было даже пару штук появиться у нас. Да, одно есть. Нужно дождаться 14. Я думаю, что мы успеем это сделать. И отвести 14 тонн — это вообще не проблема на любом из кораблей. Денег очень мало. У меня есть пару идей, как их можно быстренько набрать, так что это такое. А, это сюда доставить, понял? Ну, тут ещё по несколько квестов. Вот ещё мои жители тоже предлагают мне выполнить квест какой-то. Давайте глянем, но будем читать, что они от меня хотят уже потом. Пока что мне нужно набирать денежек в плюс, потому что это реально большая проблема. Я немного поразмыслил на тем, как мне можно улучшить эту ситуацию. И пора развивать вот эти вот другие островки, потому что, возможно, они меня немножко загоняют в минус сейчас. Может быть, не так сильно, как я думаю, но их можно улучшить. Они тут совершенно без дела стоят, поэтому почему бы и не заняться этим вопросом. Вот так вот подобавляем, обведём дорогами, и я думаю, что уже намного больше я смогу с них получать. С вот этих двух островов, с вот этого и с того другого. Так, тут тоже можно ещё добавить людей. Вообще без проблем. Главное, чтобы им хватало еды, но, насколько я помню, то им хватит её очень надолго. Так и здесь тоже. Здесь даже ещё лучше ситуация. Тут у меня и фермы есть разные. Короче, тут ещё сильнее нужны люди, чем в любом другом месте. Так, тут я ставлю пустую клетку. Там я её не ставил чисто случайно, если честно. Сразу признаюсь вам. Но тут уже поставлю. Подобавляю людей. Так, я слышу какую-то воинственную музыку. Сейчас я посмотрю, что это такое. Где там что происходит. Так, тут я тоже сразу добавляю дорожки. Всех людей нужно соединять, иначе будут ругаться на то, что им чего-то не хватает в этой жизни. Всё нормально. Давайте проверим. Может быть, корабль мой какой-то там пытаются разбить. Или, может быть, в экспедиции что-то там. Нет дней в море три. Пока всё хорошо. Идёт мой фрегатик. Нет, не похоже, что здесь какие-то проблемы. Здесь тоже ничего. Ну да, полуразбитый фрегат, конечно, это я вижу, но это нормально. Так, и тут у меня стоит клипер, который не вооружён. И ничего с этим не сделаешь. Вот ещё можно кораблик купить. Да, что-то прям много кораблей на продажу повыставляли сейчас. Но были бы деньги, да? Так, и ещё, наверное, даже добавлю домиков. Потому что всё ещё мы в минус уходим, но смотрите, уже не в такой жуткий минус, как раньше. Всё, закончились брёвна, доски. По крайней мере, на этом острове. Так, а здесь одиннадцать, ну сейчас будет двенадцатый, я поставлю ещё один квартал где-нибудь. Да, где-нибудь. Пока можем так сделать. Минус четыреста, это кошмар какой-то. Неслыханно абсолютно. Ну, да, тут ещё есть нюанс, то, что нужно, конечно же, улучшить немного нам. Ой-ёй-ёй-ёй. Перепутал кнопки. Бывает. На панике всё-таки пытался улучшить, видите, нам не хватало только что рабочих. Из-за этого какие-то предприятия простаивали, из-за этого мы теряли очень много денег. Но сейчас ситуация должна пойти в гору. Я добавлю ещё тоже фермеров немного. Куда же без них. Угу. Не так много получилось их добавить. На будущее дорогу проведу. Тоже с досками небольшая проблема, потому что только что улучшал ребяток других. Ого, смотрите, это чё тут такое плывёт. Целый... ну, как большой, не такой же большой флот, но, я думаю, это торговые корабли плывут. У неё с одного острова на другой. Ну, ладно, пусть плывут. Так, тут мы можем уже достраивать эти дома, по крайней мере, часть. Вроде бы постепенно вылазим из этого безумного кризиса, который... В который я сам же свой город изогнал. Всё, наконец-то вышел из кризиса. Уже плюс 200. И идём в гору потихоньку. Да, это, конечно, было близко. Кроме того, нужно следить ещё и тщательно за тем, чтобы окон стало 14 тонн. И я их быстренько повёз... Вывозить на заказ. Ну, потому что денежки всё-таки нужны. Без этого никак. А так, тот квест я выполню. С кем мне можно ещё попытаться? Попытать своё счастье? У этого пока что вроде бы ничего я не вижу для выполнения заданий. Здесь тоже ничего. И, по-моему, тут ещё что-то может быть. Да, давайте тут попробуем. 13 тысяч. Да, давай. Уничтожить фрегат? О-о-о-о. Честно говоря, я немного пожалел. Надеюсь, это пират... Да, это пиратский фрегат. Ну, я думаю, что мой флагман должен справиться с фрегатом. Наверное. Хе. Не знаю, не знаю. Фрегат — это очень серьёзное судно. Урон в секунду 44. И прочность у меня 2000. А у этого товарища... У фрегата тоже 2000. Короче, шансы 50 на 50. А это мне не сильно нравится. Вообще не нравится, если честно. Я бы на помощь ему чё-нибудь там выслал, но у меня вот только ещё один фрегат есть, и всё. Давайте так сделаем. Надеюсь, фрегат догонит в скором времени. Флагман мой. Если там с тем фрегатом раньше ничего не случится, конечно. Да. Да-да в передрягу сам ввязался. Но ничего, деньги нужны, поэтому пусть корабли работают. Чтоб они простаивали, так это лишнее совершенно. Так, ещё жильё фермеров уже могу построить. Тут уже пора, наверное, ещё одну пожарную станцию ставить, потому что... Вот эта часть города будет подгорать здорово. Если вдруг начнётся пожар. Кстати, то какой-то необычный пират. Да, с такими красными парусами. Слава богу, что он тут один. Восемь тонн окон, город стал выглядеть хуже, но... Ничего с этим не поделаешь пока что. Придётся нам с этим жить. Жильё фермеров ещё немного добавлю на окраине. Рынок вроде бы достаёт, но я сейчас сделаю улучшенную дорожку, такую вот каменную здесь. Это здорово увеличивает расстояние. И что, фрегат догнал? Да, фрегат догнал. Фрегат догнал флагман, вернее. А где же тут фрегат делся? А, спрятался. Так, тут у нас пришло уведомление об экспедиции, но я смотрю, что тут пожар. Странно, что меня о нём не уведомили, наверное, потому что тут не было вообще никакой пожарной станции, но вот теперь есть, я её поставил. К сожалению, горит ещё рынок, и к тому моменту, как построится новая пожарная станция, то рынок может сгореть полностью. Поэтому я временно поставлю ещё М1, потом я его переставлю. Пока что хватит и такого здесь тоже, вот здесь. Дальше. По этому острову мы на самом деле идём в плюс. В самый большой минус мы идём здесь, да? Минус 240, это значит, что тут нужно срочно строить побольше людей. Добавлять им паб, чтобы им было повеселеть. И вообще, чтобы они жили и жили и жили здесь. Потому что это какой-то кошмар. Вообще не хотят. Ни в какую. Минус 179, и досок нет. Хе. Да, это большая проблема, то есть два других города у нас, получается, что этот немножко поднимают с глубин. Хоть какими-то темпами. Нет, нельзя, подожди. Потом у меня там ещё по этим фрегатам. Туда-сюда. Давайте их просто направим в ту точку, куда плывёт этот корабль. Я думаю, что это куда-то вот сюда. И надеюсь, что они там его оба и встретят. Потому что он, бывает, заплывает в этот туманчик, и мои перестают при этом плыть. Это большая проблема. Всё, вроде бы плывёт. Надеюсь, что где-то там его и встретят. Ух, дальше здесь по городу. Денег совсем мало осталось, конечно. С тем пожаром я ничего не сделаю, поэтому пока что просто остаётся сидеть и смотреть. Разве что, что я мог бы тут сделать, это уже поставилось. Но вот задействовать могу второй отряд пожарников через 15 секунд. Задействуем. Да, немного потратился. С учётом текущих реалий, это прям большая проблема. Я не знаю, как я не уследил за вот этим вот городком, что он выжирает прям так много денег. И абсолютно беспочвенно, если честно. Ну, кажется, что беспочвенно. Так, напали на корабль. Так, ну где же фрегат? Подплывай. Сейчас мой флагман разбомбят. Заодно посмотрим, не зря ли я вообще послал второй за ним. По-моему... Ну, я думаю, флагман бы справился, но вот он сейчас очень сильно продырявится в то же время. Так, немного мы тут что-то частично выполнили. Давай, давай, фрегат, стреляй. Твоя помощь тут тоже лишней не будет. О, пошло дело. Так, здесь частично тушат, частично не тушат ничего. Ваш город стал привлекательнее. Что-то там привлекательнее стало. Хорошо, вроде бы как постепенно мы из этого кризиса вылазим. Этот рынок я, наверное, снесу, а на его месте просто поставлю потом другой. Так, здесь разбомбили, да? Что мне там нужно сделать дальше? Забрать останки этого корабля и привезти их в соответствующий порт. Договорились. Так, сделаем так, чтобы он его... Ну да, наверное, защищал. Отлично, останки забрали и давай вези теперь это все, где я это брал, вот сюда. Угу. Все, должны нормально плыть. Тут пусть все так и остается, как есть. Ну, наконец-то, хоть немного мы в плюс пошли. У всякой розы есть шипы. Я вижу, что им еще нужно добавить одежду. Ну, все был потушен. Сейчас мы к одежде вернемся еще. Есть много и других дел. Корабль атакован. Да? О-о-о. Ну, плыви же, что ты ставил-то там, господи? Корабль атакован. Да. Раз от разу не легче. Есть! Ну, давай назад вернись тогда. Почему мой корабль атакован, а вот вражеский не атакован? Так, плывите вот сюда оба, потому что это, блин, надолго затянется. Потом здесь окна у меня уже должны эти быть. 14 штук. Да, как раз вовремя посмотрел. Давайте быстро их погрузим. Правда, я не знаю, эту шхуну отправлять, ее пираты 100% какие-то по дороге разобьют. Я совершенно не знаю, что с этим делать, но буду надеяться на лучшее. И по вот этому городу он просто выжирает у меня все деньги совершенно. Жалко, тут нельзя на паузе строить, то есть ставишь на паузу и строить не можешь. Ну, подобавляю сейчас домиков столько, сколько могу здесь. Больше просто тут досок нет, их не успевает выполнять. Наверное, стоит еще одну где-то поставить, еще одно изготовление досок здесь сделать. Здесь в городе проблема с колбасами. Ну, правда, если я сейчас колбасы поставлю, то мы в минус уйдем. А в минус я не хочу уходить. Так, по этому городу вот тут должно быть все хорошо. Этот рынок я только хочу снести. Этот пусть пока там и стоит, неважно. Будем пытаться набирать в других городах в таком случае деньги в плюс. Так, тут с рыбой уже проблема пошла. Перемирие закончилось между розовым игроком и пиратами. Это, кстати, очень хорошо, потому что раньше только я с ними воевал, а сейчас уже и другой игрок тоже присоединился. Мне теперь будет намного проще. Так, кораблики кое-как плывут. Что мне нужно для производства одежды? Досок хватает, уже можем делать на самом деле. Я думаю, что где-то вот тут размещу. Лучше места не будет все равно. А, вот эту можно здесь поставить. Все, одежда теперь тоже у этих ребят будет. Надеюсь, что они теперь получше будут тут плодиться. Это кошмарный город какой-то, просто невозможно. Я думаю, что это на содержание перечных производств тратится много денег. Да, выполнена просьба. Все, эпоха бедности закончена у нас, и сейчас еще и закончится здесь она тоже. А что касается шхуны, то я... А где, кстати, шхуна? А, вот она. То я боюсь ее отправлять обратно к себе на базу, потому что тут пиратов очень много. Пусть она пока тут постоит. Мало ли, может, еще какое-то задание появится. Так мы сразу его возьмем и поплывем дальше. Да, тоже завершено. Тоже плюс еще 13 тысяч. Можно теперь немного расслабиться, наконец-то. Смотрю, что тут много шахт идет в любом случае, да, месторождение известняка, железа, поэтому я считаю, что на этой стороне спокойно можно ставить еще одну лесозаготовку. То есть мы оставим, конечно, немножко места и для всего. Ну-ка. Вероятность бунта плюс 50. Потребление плюс 10. Блин, одни... У нас просто кошмары какие-то начались происходить. А, не поспеваю я за этим всем делом. Так что у нас минус 5 и плюс 10 производства. Давайте сделаем минус 10 производства вот так вот. И да, публикуем. Ну все, вроде бы в плюс уже пошло. Был дефицит. Был дефицит колбас, но уже его нет. По другим островам что у меня происходит? Тоже тут все хорошо. Тут даже можно уже улучшать. А здесь... Здесь тоже все хорошо. Ну кроме того, что тут денег не поступает с этого острова. Так, и сразу наперед я тут ставлю склад. Я уверен, он пригодится в любом случае. Опять же и для угольной там какой-нибудь шахты, и для производства, которое тут будет потом. Если оно будет. В общем, пока так, потом мы это все попереставляем немного. Тут много производства, поэтому плюс-минус в этом месте склад в любом случае нужен будет. А хижину лесоруба мы потом, если что, куда-то переставим. Но она нужна, без нее никуда. Так, смотрю, жалуются на то, что нет церкви. И да, наверное, из-за этого и проблема со счастьем была. Но это мы поправим. Шнапс увеличить. Да, производство колбасы набираются пока что. Посмотрим, что по церкви. Школу мы уже поставили, а церковь... А церковь я не поставил. Думаю, можем себе позволить. Да не то, что можем. Мы обязаны себе позволить эту церковь. Вот так она станет. В какой-то веке я правильно ее расположил. Даже я тут аккуратненько вот так сделаю сейчас. И для красоты... Так вот добавлю деревьев. Все, отлично. Теперь хотя бы есть еще церквушка. Тоже она пригодится этим ребятам. Для повышения уровня счастья. С колбасами беда. Да, точно, я же их так и не поставил. Значит так, ставлю вот здесь свиноферму вот так. Все. Думаю, что проблему с этим мы решили. И все уже потихоньку возвращается на нормальное... В нормальное состояние. Хух. Я вам честно скажу. Это было тяжело. Только что. Потому что практически нереально было за всем этим уследить. Этот город пусть вот так пока и остается. Я только переставлю ему рынок вот так. А здесь до сих пор минус. Но уже, по крайней мере, бревна пошли на производство. И теперь можно заняться такой мелочью, как сбежавшие свиньи. Постоянно кажется, что у пиратов есть квест, но его нет. Ну не знаю, свинью, конечно, можно долго искать. Давайте попробуем сделать это на паузе. Чтобы почем зря времени терять игровое. Это похоже на свинью? Или это собака? Знаете, я пересмотрел уже этот город дважды. За кадром. И единственные свиньи, которых я тут вижу, это люди. А таких свиней, которые свиньи, здесь вообще не видно. Ну вот только там, на фермах. Давайте я вам покажу, как они выглядят. Хотя бы так вот издалека. Вот они розовые. То есть их ни с чем не спутаешь. Но, тем не менее, я просмотрел полностью каждую улицу. Даже вот тут вот в промзоне. Посмотрел каждую улицу вот так вот вблизи. Специально здесь. И ничего. Вообще ноль. Никаких свиней здесь и близко нет. Это очень странно. Может быть, я какой-то невнимательный. Может быть, вот эта собака считается свиньей. Может быть, та считается свиньей. Короче. Нет, ну это собаки. Поэтому включаю дальше. И, скорее всего, этот квест я провалю. В итоге. Потому что непонятно немного. Может быть, в других городах эти свиньи могут быть. Но об этом... Это маловероятно, как мне кажется. Конечно, мало ли, как тут квест написан. Еще меня очень смущает, что тут вообще ноль из нуля написано. То есть нужно забрать ноль из нуля. Возможно, поломанный квест. Возможно, я опять что-то не понял. Опять очень много вопросов. И очень мало ответов. Что этим ребятам не нравится. Скоро будет у них одежда. И новости. Ну да. Упал из-за уровня счастья. И шнапс у них тут вообще никакого не производится. Ни капельки. Ну, давайте сделаем. Ладно, не страшно. Думаю, в любом случае рыба дополнительная скоро понадобится. Поэтому я ее сразу установлю. Так, чтобы понимать, какой тут зазор мне нужно оставить. И, наверное, производство шнапса я оформлю вот здесь. И сразу за ним картофельную какую-то ферму. Все. Есть у меня венокурня. Картофельная ферма. Шнапс теперь у этих ребят будет. Надеюсь, им еще станет немножко полегче. Но и одежда тоже производится. По-моему, здесь я одежду так и не поставил, да? Нет, здесь... Здесь одежда как раз таки есть. И здесь у ребят вообще все прекрасно. Они уже готовы к улучшению. Все кроме новостей. Но это не страшно. Следующие новости уже будут хорошие, как мне кажется. Потому что вышли мы в хороший плюс. Квестов я пока не вижу на карте никаких. Давайте так, задания. А нет, есть вот у зеленого игрока. И как раз у него мне не помешает пройти. Дозволено ли вам помогать таким, как... О, плакат фестиваля искусства в ратуши используется. Затраты на содержание плюс 10, привлекательность плюс 10. Ну, я это пройду. Просто из-за денег. Что мне нужно? Минуя патрули, подберите в пункте назначения грузовое судно. Ого. Именно минуя, да, нужно это сделать. Ну, тут, наверное, я возьму свой флагман. Да, теперь привлекательность уже для туристов достаточная. Но, сами видите, порта там нет до сих пор. Да, любопытное задание, конечно. О, смотрите, да, купила здесь долю себе. Один из игроков. А тут у меня доли уже нет, потому что она ее выкупила, и теперь эта доля стоит 54 тысячи, и я столько тратить не хочу. И прибыль там не такая хорошая. Да, то, что я говорил, тут нужно дорожку всегда соединять с основной частью города. И в данном случае это будет непросто, потому что нужно строить мост, а для моста требуется 20 дерева. Что там по этим консервам вообще? Кто на чем работает? Гуляш варят исключительно у меня. Ремесленники. Поэтому перец придется увозить на начальный остров. Так, а здесь в чем проблема? Недостаточно. Подождите, тут... Тут нельзя картошку было выращивать на этом острове? Ладно. Ну, простите. Придется вам без шнапса как-нибудь прожить. Да. Так, теперь внимательно, да? Нужно по этому квесту пройти. О, как раз сейчас самое время, по-моему. Сейчас он там застрянет в этой у себя там в дырке. Или нет? Так, 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 так. Внимание, адмирал! Вы так благородны. Да. Наконец-то. О, как же так. Фермерша разочарована. Ага, все, понял. Куда? Сюда. Оно иногда так вот плохо тыкается по этим кораблям, что непонятно, попал ты, не попал. Свинью я так и не нашел. Там надо было свиней по городу искать. Ну, со шнапсом небольшая проблема. Я вижу, проседание есть. Сейчас мы им добавим его. Так, еще задание, да? Да, давай. На котором будет дуэль. Так, ну, стало быть, дуэль это вот это. Я не знаю, где, как, чё, почему это дуэль. Но, предположительно, это она. Да, подтвердить. Да? Да, это была дуэль. И мне дали использование ратуши, уровень счастья плюс 7, длительность... Ага, это салюты мне, короче, он завез. Хорошо. Пора настраивать торговый маршрут уже. Так, вот из этого острова сюда. Тут ты заберешь у меня перец. В количестве 35 раз и в количестве 35... Почему именно так, я объясню немножко попозже. А все равно тут его максимум 75 бывает. Так, а здесь мы выгрузим полностью с лихвой, скажем так. Перевозку перца настроил, потому что уже пора начинать. Все, дело пошло, да? Да, вот оно. Все, надеюсь, с этим кораблем ничего мне не случится, потому что прошлый, по-моему, разбили у меня пираты какой-то, который я хотел назначить на это. А может и не разбили, не помню уже. Но что-то мне помешало явно это делать. Так, и что я еще выращивал? По-моему, то ли хмель, то ли чего. Хотел, по крайней мере, где-то еще хмель выращивать здесь. Я могу выращивать его и могу здесь. То есть можно тут торговый маршрут настроить. Ну, хмель это пиво. Пиво не такой обязательный ресурс. То есть это им так нужно для увеличения уровня счастья. А вот консервы, это им просто без этого никак. Так, радуша. Да, выполнена просьба. Тоже в ратуше. Так, где там мой корабль этот? Флагман. А вернем его обратно сюда? О-о-о. Смотрите, пиратик сейчас, наверное, сдохнет. Нет, не сдохнет. И тут еще рядом один, да? Да. Как это не так близко подплывают ко мне? О, можно улучшить порт. Хорошо. 20 окон потратил, но ничего страшного. Так, швейные машинки. Тоже уже пора бы их делать. У меня вот тут угольная шахта где-то была. Где-то тут была. А нет, на этом острове у меня вообще нет угольных шахт. Уголь, по-моему, у меня есть только вот здесь. И здесь тоже уголь есть. Так, а кто его может добывать? Его могут добывать у меня рабочие. А до рабочих я хотел улучшаться здесь, по-моему. Ну да, и они уже даже могут это сделать. А где у них тут угольная шахта идет? Это месторождение угля раз и два. Это далеко. Хотя неважно, конечно, насколько далеко. Железо и уголь. Во, идеальное место на самом деле для производства машинок. Еще известняк какой-то есть. Да, вот тут местечко очень даже хорошее. То есть, наверное, вот здесь мы будем дальше развиваться уже в этом городе. Сейчас я сделаю улучшение небольшое в центре города уже. Ну да, пусть будет так. Даже не небольшое сразу, да, два квартала. У них тут свои потребности есть, это мы постепенно будем прокачивать уже. Ах да, забыл про экспедицию совсем. Замотался очень сильно. Я ваш, пока моя кровь не вскипит или не застынет. Так, убедить отступников, хранить веру, убедить фанатиков, быть терпимее. Ну, у меня, видите, только по вере. Плюс один процент. Так, я там какой-то пиратский корабль, смотрю, потопил. Все, вроде бы... Все закончилось хорошо, благодаря хлебу. Не зря я его положил. Где потоплен этот пиратский корабль? Вот здесь? Ага. Давай так. Сейчас ратушу построим, чтобы это все уже там разместить. Вот так. Поплывем, заберем, что там, и ратуша у нас будет идти в центре города. Ну, тут мест немного осталось для ратуши, поэтому... Я думаю, что здесь мы его... Ее и поставим. Чего там не хватает у меня? Окон не хватает. Четыре окна пока что. О, паруса. Неплохо. Кстати, что тут у нас по складу? Нет ли чего-то такого, чего у нас прям в большом избытке? Да, думаю, что можно доски продавать. Если у нас их больше ста пяти десяти... Зачем нам так много? Ну и больше я такого ничего не вижу, чтобы у нас прям излишек был. Можно, конечно, еще продавать оружие, но это если его прям будет, ну, совсем много. Больше, например, восьмидесяти. А все остальное пока что требуется. К экспедиции пока прям хорошо. Не зря я хлебушек тут положил. Кстати, вот уголь тут, по-моему, чуть ли не один и тот же производится. Мне вот интересен вопрос, а могу ли я, например, использовать уголь, который производится в таких вот угольных печах для производства швейных машинок. У меня его там, по идее, должно немножко в избытке производиться. Да, восемьдесят семь, например. И у меня уже есть сталь. И хижина лесоруба у меня уже есть. То есть, смотрите, у меня и запас дерева есть, и запасы есть стали. Так вопрос, а зачем мне тогда ставить еще угольную шахту и это? То есть, ставлю себе фабрику швейных машинок и радуюсь. Правда, у меня ресурсов на нее пока что нет. Но, наверное, потом так и сделаю. Так, здесь привлекательность плюс десять. Ну, за плюс десять. А затраты на содержание, кстати, чего? Ратуши? Или всех домиков поблизости? Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит содержание. Например, минус двадцать стоит содержание рынка, а здесь в ратуше пятьдесят. Вот, добавляю это. И теперь должно быть пятьдесят пять. А, вот минус двадцать. Короче, оно действует на... Ну, в данном случае, наверное, на рынок только. Да, только на рынок, и это странно. Но я думаю, что две монетки можно отдать. Ничего страшного. Так, а здесь у меня, соответственно, тоже есть профсоюз. И он должен действовать на карьер. Но он почему-то или не достает у меня до карьера. Вот, все шахты и карьеры написано. Но, видимо, или не на все, или он до него не достает. Окей, раз со швейными машинками немножко проще дела обстоят, чем я думал, то это мы можем скипнуть. Но этот островочек все равно можно развивать. Что-то им нужно. Колбасы. Давайте где-то отдельную резервацию придумаем для этих колбас, так, чтобы они были в стороне и никого не смущали. Предлагает мне союз. Деньги шесть тысяч, требования союз. Я, честно говоря, не вижу причин не вступить с ней в союз. Никаких. Или это она мне дает шесть тысяч. Да пусть развивается, ладно. Виток слива и зеленый бомбур. Ах, как сыграно, дорогушь. Да. А, это мне шесть тысяч дали. Ладно. Ну-ка. Ну-ка. Так, это у меня как раз идет клипер, который перевозит... Надеюсь, вы не против подарков. Еще семь тысяч? Нет, не против. Спасибо. Этот клипер только что уже привез партию... Господи, с какой скоростью придет этот пират. Так, девятнадцать восемь тут. Мы все жаждем твоей смерти. Новая задача. Ну, вроде бы как отстает. Ну, как-то он прям увязался очень сильно, этот пират, за мной. Да, явно отстает. Сейчас там два фрегата идет розового игрока. Надеюсь, они постреляют немножко. На ваш корабль напали и пожар идет. Да, то, что я говорил, тут по пожару может быть проблема уже. Давайте задействуем. И я поставлю еще дополнительно. Видите, как пожар... Как пожарная безопасность у меня покрытия не идеальна. Можно еще вот так, например, грубо говоря, райончик один поставить. И следом за ним пожарную станцию. Вот, типа так. И выложить это камушками. Ну, это потушат, потому что тут у меня много есть отрядов уже. Хм, смотрите, как увязался. Реально вообще не отстает. Это мой счастливый остров. Эм, не, извини. Я у него-то в плюс, то в минусы хожу. Надо бы посмотреть, что там по дипломатию. У меня тут союз вообще у этих двух ребят. Так, среднее. Тут вообще прекрасно. Знаете что, у меня тут стоит фрегат мой без дела. Давайте его подвяжем к вот этому кораблю. Но тут у нас уже должно быть на складе, да, насколько я понимаю, 70 перцев. И это означает, что мы уже тогда можем начинать выращивать еще и скот, говядину, да, на острове. Я думаю, стоит уже тут начинать, потому что там перегружен склад слегка. А вот тут где-то вдалеке говядина нормально пойдет. Правда, опять эти поля, я их так не люблю. Так их неудобно расставлять, вы бы знали. Ну, пусть так, наверное. Так, это будет говядина. Потом гуляш нужно будет варить. Сейчас мы даже еще хитрее сделаем. Я поставлю вот здесь впритык консервный завод, вот этот. Вот мне ж на него хватает. Да, мне на него как раз хватает сейчас. Вот. Работников тоже хватает. Потом мне даже хватит на производство гуляша. На производство гуляша мне уже не хватило. Но это не так страшно. Все. Вот теперь это выглядит так, как оно будет работать все время. Но, наверное, придется чуточку тут все это подправить. В общем, посмотрим, как это все заработает в конечном итоге. Пока пусть будет так. Что там в газете? Минус 50. Отлично. Плюс 10. К производству. Потребление плюс 10. Что я могу сделать здесь? Ну, это, конечно, печально, то, что требуемых товаров будет плюс 10%. Это очень много. Хотелось бы это чем-то заменить, но по дешевке. Например, потратить 10 и не будет никакого эффекта. Или 15 и снизится вероятность бунта, но ее и так практически не будет никакой. А все остальное уже намного дороже идет. Поэтому давайте так опубликовать. Не нравится мне этот город из-за того, что я не могу в нем в нормальный плюс уйти. Может быть, я его как-то не так развиваю? Ну нет, я думаю, что все отлично, просто маловато домиков. Опять? Ага, но он пока развернется. Сейчас я думаю, что я уплыву уже далеко-далеко. Бедняга. Где же мой фрегат, который должен его сопровождать? Вот и он. Ну, как раз должен вовремя отплыть. Ну, пусть. Он просто медленнее намного. Этого скорость 18,7. Максимум. А у... Клипера максимальная 19,8. Вернемся к этим ребятам с их колбасами. Здесь сделаю отдельное производство полностью. То есть куча будет у меня этих свиных ферм в конечном итоге. Начнем с конца. По-моему, пять, да? Там полей нужно поставить. То есть, грубо говоря, я сделаю такой вот отступ здесь. И... Если что, потом переставим. Во, отлично поставилось. Хорошо. И следом производства мяса я сделаю напротив. Чего не хватает? Кирпича. А, это может быть проблемой. Потому что тут кирпич вообще производить негде совершенно. Поэтому я хочу... Наверное, давайте снарядим флагман. Все равно он тоже простаивает. И отвезу я... Такую хорошую долю кирпича... На флагмане вот в этот городочек. Чтоб хватило надолго. А тут пока пусть производят. К этому мы сейчас еще придем. Но я поставлю сразу уже здесь маленький склад. Чтоб не зря работали. Так, вижу еще один квест. Отлично. Нравятся мне эти квесты. Да. Найдите и заберите маленький революционер. Давайте почитаем. Сын этого рабочего настоящий маленький революционер. Но он может навлечь неприятности на отца. Помогите найти мальчика, ведь ему давно пора в постель. Мальчик раздает листовки в одну из ваших школ. Он одет в голубую рубашку. Вот он. Знаете, я думаю, что этот клипер, он будет недолго жить. Он просто выживает сейчас, потому что... Ну, кстати, да, у него можно будет включить, если что, вот это вот режим мир. И на него никто не будет... И его никто не будет атаковать. Ну, не знаю, настолько ли мне дорог этот корабль. С этими пиратами надо что-то делать. Для линкора нужно... Ремесленников побольше. Ну, фрегат я построить могу. Давайте пару мелких вот этих построим. Вот так. Иначе я просто не вывезу сейчас это прохождение. Без кораблей совершенно. Так, этих улучшу. И, наверное, значит, что будем заканчивать эту серию. Как-то прямо оно тяжеловато пошло. Очень много всего случилось. Я уже даже и не услежу, что, когда, что, почем. Так что спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания. И увидимся в следующей серии.